иногда бывает так что растение хорошо росло и вдруг оно начало как-то замедляться в росте и вытягиваться у него начали ветки сразу видно что растению чему-то не хватает и первый момент мы сразу начинаем думать о подкормках растений что такое вообще подкормка для растений растение в процесс своей жизни употребляют минеральные вещества эти минеральные вещества растворены в земле но в горшке вот в этом замкнутом объеме постепенно вот это всем полезные вещества истощаются для того чтобы растение в полном объеме и дальше получала все необходимые минеральные вещества им нужно дополнительная подкормка подкормка для растений представляет из себя те же самые минеральные удобрения, но кроме них там еще находятся и микроэлементы. Вот придя в магазин, мы видим большой выбор всяких удобрений, как с ними определиться, какое нужно для какого растения. Мы различаем декоративно-листные растения, это растения, которые выращиваем ради красивых листьев, и мы различаем декоративно-цветущие растения, это растения, которые мы выращиваем ради красивого цветка. И вот, исходя из этого, подбираем правильное удобрение для наших цветов. Азот, который содержится в удобрении, стимулирует рост листьев. Поэтому, если нам нужны хорошие, красивые листья, мы выбираем удобрение, где повышенное содержание азота. Вот, например, пальмы и фикусы. Они не цветут на наших подоконниках. Мы их выращиваем, чтобы у них были хорошие листья. Смотрим состав. У нас в таких удобрениях должен преобладать азот. Вот здесь у нас и преобладает его 8%, а калия 5% и фосфора 4%. Если растения мы выращиваем ради красивых листьев, то нужно помнить, что за качество цветка и за продолжительность цветения, вообще за цветение, в основном отвечает калий. И мы выбираем растения с повышенным содержанием калия. Вот, например, розы очень требовательны к питанию. И смотрим мы в составе. У нас получается 3% азота, 4% фосфора и целых 8% калия. Подкармливая таким удобрением цветущие растения, вот мы как раз и добьемся этого яркого, сочного, пышного цветения. Что будет, если мы, декоративные листные растения, удобрим удобрением для цветущих или наоборот? Ничего не будет. Потому что и декоративные листные, и цветущие растения употребляют одни и те же минеральные вещества, но в разных количествах. Конечно, не нужно увлекаться азотными удобрениями, когда мы выращиваем цветущие растения, но особого вреда и не будет.